Этот образ Пресвятой Богородицы был написан еще в начале нашей эры апостолом Лукой. Он был одним из учеников Христа, лично знал Господа во время его земной жизни, также знал и Богородицу. В те далекие времена Римская империя занималась гонениями христиан по всему миру. Написанная Лукой икона хранилась у одной верующей вдовы, но однажды и к ней в дверь постучали. Тогда, чтобы спасти святыню, она кинула ее в море. Ну и через 200 лет только, в юнакиеверского монастыря, увидели столб огненный над морем, решили приблизиться ближе, но никак не могли поднять икону с воды. Следует отметить также, что икона – это достаточно большого размера, метр тридцать, где-то ноль, почти на метр. И вот только по водам один из монахов обители после молебна смог пройти и взять ее, поднять на руки и принести в обитель. По иконографическому исполнению образ относится к особому варианту Адигитрии – путеводительницы. Названный в византийском искусстве Елеуса – милостивая. На древнем образе изображение причистой девы поясное. Голова немного наклонена к Богу-младенцу, сидящему на левой руке. Десница в молитвенном жесте поднята до уровня груди. Спаситель правой рукой благословляет мать, а в ее лики и всех христиан. А другой держит свиток – его святое учение. По-особенному написаны их лики. Крупные объемные черты, широко раскрытые очи миндалевидной формы, устремленный вперед взор, сосредоточенный и внимательный взгляд. Характерная иконописная деталь – рана на лике Богородицы, из которой сочится кровь. Предание гласит, что рана, которая нанесена на этом образе, была раной от копья воина, который обнаружил эту икону в доме этой самой женщины, которая отправила икону по водам. На Руси она традиционно является защитницей наших южных рубежей. Не раз были случаи, когда по молитвам перед этим образом, чудесным образом, с помощью природных явлений опрокидывались целые войска. На Руси 26 октября также традиционно связано с наведением чистоты и походами в баню, однако париться в одиночестве в этот день не рекомендуется. Здесь слышны отголоски древнего народного языческого мировоззрения. В этот день на Руси старались задобрить банного духа – банника. Согласно народным обычаям, нельзя сегодня лениться, ссориться, ругаться, сквернословить. А вот наблюдение о погоде в день 26 октября. Туча сегодня низко? Что ж, прощайтесь с осенью и готовьтесь к наступлению холодной зимней погоды. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».